здравствуйте дорогие друзья рады видеть вас на нашем канале юра и юра у нас новый проектик начали мы с юрой точнее юра начал увлекся у нас деревяшками и эпоксидной смолой то есть заливкой делает из них всякие поделки поделки можно будет посмотреть в группе вконтакте очумелые ручки ссылочку оставим в описании ну то есть увлекался сначала для начала вот такой мелочью тренировался набивал руку вот как видите допустим вот такой светильник на из ценных пород дерева заливается смолой вставляется подсветка и так далее потом перешел вот на такие вот клыки начал делать клыки когти как вы видите да это уже как украшение для любого пола тоже ценная порода дерева и залито смолой все вручную обточено такие вот висюльки но вообще цель была конечно сделать какой-нибудь красивый стол и вот плавно перешли от этой мелочи сейчас юра нам расскажет этом новом проекте да юрчик да вы хотите то есть как-то загорелся давным-давно сделать стол когда увидел в интернете так было где-то на 2 может полтора года назад сразу захотелось я не столер и не плотник я вообще с деревом не дружу то есть не дружил никогда сама учка так скажем сразу побежал поскакал купил два спила таких захотелось мне попробовать вообще хотел тубаретку купил я акацию который у меня уже на полтора года валяется она неровная так скажем я просто сейчас экспериментировал одну сторону сделал и инструмента не было потихонечку все прикупалась дарилась вторую деревяшку я уже использовал есть видео как я делал там зеркало там еще 0 ля 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 то поля то есть потихонечку делаем ковыряемся но суть в чем ребята мы сейчас начнем делать вот этот столик маленький просьба нас не обкакивать да не обсирать а наоборот подсказать мало где-то что-то может неправильно делаем ну или упростить может где-то что-то потому что врачи больше это интересует так как мы этому не обучались не знаем но благодаря хорошим людям друзьям нам подарили мне вот подарили фрезер по моей просьбе правда но оказался честно говоря мало мощный до подарили мне фрезу димаровскую тоже по просьбе для выравнивания слэба с хвостовиком 8 миллиметров я сейчас здесь поставил экспериментируем вот сейчас а и сделали вот сейчас недавно вот бы буквально вот за один день массивкой соорудили нашли такую не знаю стола какого-то старого готовая грубо сказать такое у нас направление и сделали кареточку тоже алюминиевый уголок поставили закрепили чтоб все не болталась не проваливалась упорчики то есть ну короче так шалим потихонечку сделали по длине и потому что есть кое-какой проект на будущее что наверное придется делать шире ладно это тоже мелочи то есть все с подручными средствами и руками вот одну сторону я базовую так сказать сделал выровнял сейчас будем делать вот эту сторону то есть в том чтобы сначала за обеих сторон придать деревяшки параллельность чтобы она была ровная перед заливкой поэтому сейчас и будем равняться как правило все деревяшки естественно они пилятся бензопилу и они все кривые по сути своей мало кто выравнивает их продают в таком голом виде дальше уже сами как хотите да когда я это покупал ним продается да ты это вручную потихонечку так пошкуривай и все я так я понял но провалялась она меня долго ладно сейчас мы ее закрепим уже готовые такие у нас крепежики есть чтоб ее не болтала но будем показывать частями чтобы вас сильно не напрягать то что этот момент не интересный вообще есть очень много вопросов по всей этой в обуде со смолой шлифовки там всякие вот эти вот моменты полировки потому что в принципе всех секретов никто не раскрывает по видео все показывают только конечно результата как все это делается и как-то вот начали мазать там или что-то шкурить все следующий этап масло нанесли там или еще что-то и все у них блестит все а как дела в чем блин сколько время это вообще забирают и покажите переходы какие-то ладно вот мы будем экспериментировать с вами советоваться может подскажите как лучше что лучше зачем почему потому что все таки хочется сразу сделать не попадать на какие-то курьезы такие ладно ну мы сейчас начнем сейчас пока вот это пристрелим здесь ну и дальше покажем как фрезой работа начнем экспериментировать вторую сторону уже и будем показывать так ну вот мы прикрутили это все дело дальнейшие наши действия какие мы нашли примерно самую высокую часть этого спила опустили фрезу до деревяшки да и установили ограничитель это для тех кто не знает кто знает конечно это будет не интересно ладно это мы сами догадались теперь я как делаю я поднимаю на три миллиметре к тут есть шкала вот эту планочку примерно на три миллиметра так вот у нас нолик поднимем и на 3 4 сил не хватает что-то как-то так черт я туплю по ходу ладно надо было поднять целиком все ладно видим туплю для меня это все новое поэтому вот подняли мы на три миллиметра то есть будем углубляться по 3 миллиметра примерно потому что больше я углубляться боюсь фреза не такая уж мощная не фреза фрезер ну естественно мы ребят теперь что делаем одеваем защиту не забываем о средствах безопасности потому что это очень актуально времена тяжелые настали для всего мира очень много пыли имейте в виду в домашних условиях сделать этого нельзя нет но если будет хорошая вентиляция хорошая у меня эта штука ладно давайте я сейчас без нее ну нужна маска очки очки обязательно потому что опилки летят с бешеной скоростью так ну ребят давайте начнем попробуем пока вот здесь да работает и не забывайте про то что здесь фреза лишь бы не врезалась то есть это надо заранее проконтролировать ну что погнали с богом и где и и и и и ну вот такой у нас процесс проходит каждый раз буду углубляться на два-три миллиметрика пока мы не выйдем на плоскость ну и уйдем здесь на паузу сейчас хоть защиту одену а то уже клюки тут прилично вот видите пошел от срез вот он будет снимать и выравнивать потихонечку чтобы все вышло в ноль для кто не знает тут остаются полосы кто не в курсе не происходит они а них видно да вот они полос они происходят из-за того что фреза крутится в одну сторону естественно идет небольшой задир когда волокна загибает ну то есть потом это шлифмашинкой можно убрать очень просто нам главное принципе для начала наверное выровнять этот спил ну я буду продолжать вот пылища пошла пылища отработано то фиг да нифига можно конечно подключить какие-то пылесосы которых у нас нет ну ладно все мы продолжаем смотрите он как роденовский мыслитель прямо перескочу немножко это юрка тут между делом еще это сам шалит и перескакивает с одного на другое валялась у него деревяшечка орешек расколотый залила решил из него сделать чашу такой у нас анонс небольшой представляете сколько ореха была вот такая вот расколотая залил зеркало зеркало понадел картинку и выбрал вот мне просто стоял мучился жалко было представляете фрезой столько сантиметра 2 наверно да выбрал может побольше прямо сердце кровью обливается столько орехов в мусор но будет чаша короче такая все это будет скругляться как-то выбираться шлифоваться и получится чаша а вот то что получилось выровнять для столика до но планировалось что это будет базовая сторона то есть нижняя за но после фрезеровки решили что все таки наверное та сторона будет я из-за рисунка да где поинтереснее рисунок вот эти вот трещины на чтобы их залить и чтобы было как-то покрасивший поинтереснее а потом будем отдирать кору и делать какую-то опалубку еще не придумали как делать опалубку из-за того что трещины по бокам будет смола вытекать то есть нам надо как-то это все загерметизировали на чтобы лишнее не утекло ну вот такие вот дела продолжаем дальше ну вот сделали мы попытались опалубку так называемую сначала мы спил термо пленочкой обтянули потом проложили поролон по краю чтобы все неровности прижать и скотчем обмотали по кругу с усилием ну а сейчас будем делать смолу наводить и заливать ну вот пришел момент навел я 300 грамм сейчас будем потихонечку заливать решили сделать черный цвет ну и вперед залил я принципе два стакана потому что один стакан я налил 300 грамм чем-то у нас еле-еле там закрыла дно вот пришлось 2 наводить развел по всей поверхности смолу все равно потом фрезой снимать чтобы все трещинки залились а уж трещинок очень много очень много спил не грунтовал смола очень жидкая сохнет двое суток можно сказать что наверное все пузырьки выйдут вот они часто уже выходит я знаю что завтра приду еще будет она жидкая вот но экспериментируем надеемся что все получится все таки будем заливать подливать следить а вот эта тарелочка которая получилась из остатка спила ореха вот такая любопытная все ладно продолжаем ну вот ребят прошло у нас 18 с половиной часов и по рекомендации этой смолы по инструкции второй слой заливается где-то через 18-20 часов плюс мне порекомендовали погреть перед тем как заливать новый слой погреть феном немножко ту вчерашнюю смолу для чего но кто-то может знать кто-то нет того чтобы это холодная видимо поверхность и когда будет смола кристаллизоваться или что там происходит выделение углекислого там или что-то какого-то газа водорода там что-то там и получается пузырьки но здесь принципе мы можем посмотреть что вообще пузырьков практически нету если вот на деревяшечке тут маленький остался все остальное у нас впиталось то есть смола нормальная сейчас мы зальем еще слой да кстати вчера все-таки накосячил у меня немножко вытекло пришлось немножко еще под затянуть новый слой полиэтиленки одеть сверху ну так вот вот так вот небрежно относимся то есть надо как-то все-таки повнимательнее но сейчас я немножко погрею все-таки погрею хотя смысла в этом не вижу пока снова еще немножко жутковато ну сейчас мы зальем это дело не хватит не хватит и это наше будет наверное первая серия делаем потом вторую когда мы зальем все уже до конца когда начнем снимать опалубку эту всю то есть тогда у нас наверно мы все-таки запустим вторую да иначе очень долго получится да как раз пока выйдет этот ролик может кто-то что-то подскажет что нам дальше делать как лучше что мы здесь уже накосячили как надо было тоже может быть лучше это делать то есть очень интересны ваши комментарии так как мы не специалисты по в этом плане мы хоть и делали что-то но так сказать не в таких объемах рамках то есть это у нас для нас это уже как-то более менее глобальный такой проект поэтому очень будем слушать выслушивать читать ваши комментарии кто-то может что-то подскажет как нам избежать каких-то ошибок кто сталкивался с какими-то проблемами кому не лень потому что все делаем так из головы или что-то где-то может в интернете видели где-то что-то уже неправильно сделали кому интересно спрашивайте какая смола сейчас пока рекламировать мы ее не станем может в конце ролика потому что мы сейчас ей дадим еще когда я залью все-таки до конца дадим ей подсохнуть хоть она и сохнет двое суток но чтобы она полностью затвердела что сталкивался с этим надо наверное пару суток еще дать а может еще больше чтобы она все-таки затвердела что пришла в себя ну вот я сейчас проливать это все буду ждем следующей серии будем уже вскрывать отковыривать посмотрим как у нас это все прилипло так мы будем учиться и не хочется все раз нормально да то есть как все представляешь все дальнейшее когда с этим не сталкивался конечно ужас глаза ладно ребят спасибо за просмотр ждем 2 серии так сказать посмотрим что у нас все таки будет получаться ну а вам хорошего настроения творческих идей воплощений здоровья обязательно в связи с последними событиями берегите себя обязательно осторожны и не поддавайтесь этой панике дурацкой есть конечно чего бояться но все таки все ребят ждем вторую серию пока всем счастливым